И про ЖКХ бывают хорошие новости. Жителям аварийных гостинок вернут средства, собранные на капремонты, а владельцев квартир в домах-памятниках в скором времени могут вообще освободить от уплаты подобных износов. В тонкостях общения с региональным фондом капремонтов разбирался Егор Тулновский. В начале года эту гостинку на лауреатов 31 признали аварийной, а жильцов поставили на очередь на расселение. Фундамент просел, на стенах оголилась арматура и сейчас жильцы собирают вещи. При этом несколько лет подряд жители дома исправно платили взносы за капремонты. Можно ли вернуть эти средства и как это сделать? Таким вопросом задаются не только обитатели этого дома. Помимо Центрального района в этом году приняли решение расселить еще три каирканских гостинки. И оказалось, что деньги, уплаченные за капремонты, в этой ситуации вернуть можно, если проявить инициативу. Для возврата денег, ранее уплаченных в фонд капитального ремонта, заявитель должен обратиться в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края по адресу город Красноярск, улица Ады Лебедевой, 101А. Заявление можно послать по почте, приложив к нему копию паспорта и документ, удостоверяющий право собственности. Проконсультироваться по возвращению средств можно и в управлении ЖКХ в отделе экономики и финансов. А стоит ли овчинка выделки? Какую именно сумму вернут обратившимся жильцам? Это зависит от площади квартиры. К примеру, возврат за гостинку площадью 12 квадратных метров почти за три года выплат составит примерно 7 тысяч рублей. Это суммы, которые он оплатил за весь период взносов, весь период, который он оплачивал с 2015 года по время. С аварийным жильем понятно, а вот еще более интересное грядущее нововведение. Оно коснется домов, внесенных в список архитектурного наследия. Обычно любое изменение в сфере ЖКХ означает больше побора жильцов. Новая инициатива, подготовленная Крывым Министерством культуры, наоборот, выглядит как хорошая ложка меда в обычной коммунальной бочке-дегте. Министерство культуры предлагает освободить жильцов, проживающих в зданиях, входящих в реестр культурного наследия от уплаты взносов за капремонты. Если этот закон будет принят, это станет хорошей новостью для многих норильчан. Взять хотя бы Ленинский проспект. Здесь более десятка домов-памятников, а это сотни жильцов, которые станут платить меньше. Кстати, подобное положение местного уровня уже действует в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и ряде других городов, в которых городские власти сами проявили инициативу, взяв такие дома под личную опеку. Но она может, стоит подсуетиться и попробовать записать ей еще пару домов в памятники. История позволяет. Егор Туновский, Артем Смирнов. Новости с северного города. Деньги на ветер или нет? Администрация в этом году потратила огромные средства на уборку Большого Норильска от свалок. Только на Толнах ушло больше десятка миллионов рублей. Интерес к этому району не случайен. Оттуда не раз приходили жалобы горожан. Например, северный город уже показывал, как в мусоре утопает Толнахский карьер Видный. Мы решили поближе посмотреть на злосчастный карьер, а заодно взяли у властей адреса уже убранных свалок. И поехали проверить, насколько стало чище. Это карьер в Толнахе. Находится прямо в черте города. На краю карьеры стоят СТО, гаражи. Вот со стороны пятого микрорайона. Вон они стоят. Именно это видео мы показали в нашем эфире две недели назад. И сразу адресовали вопрос телезрителя администрации. Ответ пришел через полмесяца. В нем список уже убранных территорий и пояснения по карьеру. С официальным письмом отправляемся в объезд по Толнаху. И начинаем именно с карьера. Судя по количеству мусора, здесь свалка уже не один год и привлекает внимание не только взрослых, но и детей. В прошлом году здесь едва не погибла 11-летняя девочка. Подростки шли мимо карьера. В какой-то момент девочка поскользнулась и пролетела по мусорному склону более 100 метров. Про эту мусорку городским властям известно. Ну а чтобы все это убрать, нужно не много, не мало, а 95 миллионов рублей. В официальном ответе на наш запрос черным по белому написано, что в этом сезоне свалка не убиралась лишь потому, что нет денег на все это в городском бюджете. Работы по ликвидации несанкционированных свалок в Толнахе будут вестись, но опять же при наличии средств в городской казне. А теперь вопрос, а сколько же стоит уборка мусора и какие темпы борьбы со свалками мы вообще можем себе позволить? В моих руках находится официальный ответ администрации на наш запрос, какая работа в этом сезоне была проведена. В этой бумаге значится несколько адресов. Общая площадь убранной территории составила свыше 7 тысяч квадратных метров, ну а на все было затрачено более 12,5 миллионов рублей. В свою очередь мы решились проехать и посмотреть, действительно ли так чисто, как говорят на бумаге. На улице Дудинской, судя по ответу чиновников, уборка шла от жилых домов до трубопровода. В первую очередь спрашиваем жильцов. Как оцениваете вообще уборку территории? Насколько было все плохо и как сейчас? Ну не знаю, на тройку, наверное, потому что еще осталось тут. Достаточно много осталось и порядок дальше не поддерживается. То есть если убрали, то значит надо дальше поддерживать. Этого не происходит. Двигаемся на другой адрес. Итак, согласно ответу городской администрации, на улице Дудинской, это вот там, в районе трубопровода убирался мусор. Да, действительно, мы увидели все своими глазами, там чисто, это поддерживают, собственно, и местные жители. Но вот уже здесь, за трубопроводом, картинка совсем иная. Здесь и старая гниющая машина, и ржавеющий ларек, и бочки из-под ГСМ. Ну, сразу видно, что свалка здесь образовалась не месяц и не два назад. Хотя расстояние между чистой территорией и неубранной всего-то каких-то метров 200-250. А вот еще один адрес из списка, где, по данным администрации, была ликвидирована несанкционированная свалка. Это берег реки Толнахской в районе улицы Кравца. И что здесь мы видим? Ну, а вот видим мы на том берегу хаотично разбросанный мусор. Ну, появился он, наверное, здесь недавно. Что бросается в глаза? В глаза бросается вот там в речке что-то похожее на баннер. Прям вот видно, что она здесь очень давно находится. Железная труба большая, которую, в принципе, можно было бы убрать. Вот, кстати, вот там в березке еще одна железная труба с большими прутями. Так, идем дальше. И вот еще в глаза бросается вон там какая-то старая покрышка, ну, которая, очевидно, здесь находится уже не первый год, просто вросла в дно реки и доставать ее просто поленились. Относительно чисто. Перемещаемся по списку далее. В район напротив автостоянки на улице Горняков 4 и дома на строителей 39. Здесь также, сообщает администрация, в своем официальном послании была ликвидирована свалка. Ну, вот беда. На месте, которое должно быть чистым, уже мусор. И вот что получается. С одной стороны, из бюджета выделяются 12 миллионов, и город чистят. Но чистят точечно. И у администрации в отчетах все честно. Но и у горожан не возникает ощущения жизни в чистом городе. А с другой стороны, на прибранных местах тут же снова вырастают горы хлама. И что делать? Выбрасывать на мусор новые миллионы. Возможно, решение станет реальное увеличение штрафов за организацию свалок. Но правительство планирует их увеличение только к 2024 году. Михаил Чернов, Оксана Серова, Максим Трофимов. Кто виноват на самом деле? И что же делать простому человеку, желающему мыться в чистой воде? Выяснила Анастасия Гринькова. С этой красотой в ванной Светлана, жительница дома на Солнечном 10, борется два года. Стопка ответов от разных инстанций внушительная. Вот только вода как была грязная, так и есть. Очередной звонок в аварийную службу успехом не увенчался. Скажите, пожалуйста, в понедельник заявочку подавала номер 43. Вы мне можете что-нибудь сказать? Грязная какая была? Холодная или горячая? Горячая. И до сих пор она грязная? До сих пор она грязная. То есть в течение трех дней моей заявкой никто не занимался. Я правильно понимаю? Ну я вот пролистала журнал, пока еще она не выполнена. А соседей по дому смущает не только цвет, но и запах жидкости. Порой проблема перетекает и на холодную воду. Два дня назад вода холодная, которую мы пьем, шла грязная в течение дня. А соседи говорили, что даже покупают для детей отдельно пить его воду? Отдельно, да, потому что бывают такие моменты. Подобная ситуация с года в год после запуска отопления повторяется в десятках домов по всему Большому Норильску. В чем причина? Причина банальная, скорее всего, одна. Это некачественное проведение промывки. Объектов очень много и уследить за всеми, в принципе, практически невозможно. И при запуске системы отопления ежегодно, как показывает практика, кто-то, да, грязную воду все равно в систему запустит. Контроль за качеством воды ведется на всех этапах. Пробы берутся регулярно, рассказывает главный энергетик города. Если вода не соответствует нормам, то систему должны промыть дополнительно. И именно в ЖЭК следует обращаться с проблемой. Сотрудники управляющей компании должны зафиксировать некачественную услугу, составить акт и исправить ситуацию. Кстати, на этом основании можно и перерасчет потребовать. Если же вас отправляют в другие инстанции, то это не просто безалаберность, а нарушение закона. Это прямое нарушение управляющим компаниям, действующего законодательства, договора управления. Управляющая компания – это та организация, которая должна представлять интересы собственников помещений в таких случаях. Потому как у управляющей компании договор поставки горячей воды с ресурсниками. Только они являются стороной по договору. В случае, если ЖЭК занял позицию Страуса, можно обратиться напрямую и к ресурсникам, и в МУПКОС, и в Роспотребнадзор. Не помешает и фото, и видеофиксация бесед с ЖЭКом, аварийкой и другими сторонами конфликта. Правда, история Светланы показывает – торопиться решить вашу проблему никто не будет. Зато с такой кипой отказов шанс выиграть судебное дело очень высок. А именно в суд следует обращаться, если по-другому заставить коммунальников работать не получается. Анастасия Гринько, Геннадий Зверев и Артем Смирнов. Новости Северного города. Анатолий Береговских рассказал также, что в следующем году наш город будет брать пример с Дудинки, где дела с чистотой воды обстоят лучше. Во-первых, промывка труб должна проводиться с помощью компрессорных установок, которыми пока обзавелись не все управляющие компании в Норильске. В будущем году промывку и запуск отопительных систем контролировать будет специальная комиссия с привлечением всех ответственных организаций. Это новости Северного города. Продолжаем выпуск. Начало учебного года для многих школьников началось с неприятной новости. Учиться им предстоит во вторую смену. И эта проблема не только Норильска. Практика обучения в два потока есть во всей стране. И по всей стране вызывает недовольство. Федеральные чиновники обещают, что к 2025 году вторая смена должна исчезнуть. Но пока есть то, что есть. В Управлении образования уверены, ничего критичного во второй смене нет. Северный город выяснял, так есть ли жизнь после уроков и как построить школьнику свой день, чтобы вторая смена не была помехой. О том, что учебный год пройдет во вторую смену, многие ученики и их родители узнали буквально за несколько дней до 1 сентября. Всего второсменщиков по городу в этом году более полутора тысяч человек. Родители было начали возмущаться. Дополнительные занятия в музыкальной и спортивной школе теперь не попадешь. Да и домашку до ночи делать не хочется. Реально ли составить график для ребенка так, чтобы все успевать и при этом не страдать? Специалисты утверждают, что да. Вторая смена в норильских школах работает каждый год, рассказывает замначальника управления образования Ирина Матюхина. В этом году в 13 учебных заведениях. И мера эта вынужденная. Нет ни одного учителя или ни одной школы, которые были бы этому рады. То есть это объективная реальность и с ней нужно просто смириться. Необходимо учесть площади кабинетов, необходимо организовать питание, занятость спортивных залов и естественное количество детей, которые нужно по площади школы распределить. Вторая смена, уверяют в управлении образования, единственный выход. Среди родителей есть мнение, что в послеобеденные часы материал усваивается хуже, да и усидчивость страдает. Учителя спорят, учебная нагрузка строго регламентирована. И потянуть ее ребенок может вне зависимости от времени учебы. Дело в том, что нужно правильно построить распорядок дня, режим дня ученика. Если он будет правильный, то никаких проблем не будет. Согласно с этим и медики, хотя отмечают в условиях полярной ночи, да с дополнительной нагрузкой, учеба во вторую смену может привести к стрессу. Если родители не помогут ребенку правильно распределить время. Ребенку, конечно, безусловно, очень тяжело вот этот непрерывный, достаточно растянутый процесс обучения Всполнить за один день, да, там раз хватит, два раз, ну, усталость накапливается. И, конечно, ресурсы организма не бесконечные. Арина, доброе утро. Для того, чтобы ресурсов хватило на весь год, важно правильно их распределять. Врачи рекомендуют, график должен быть обязательно, несмотря ни на что. Ложиться спать юному организму лучше до 11 вечера, а вставать часиков в 7-8 утра. Не обязательно делать все домашнее задание с вечера. То, что нуждается в обязательном родительском контроле, сложные предметы и темы, конечно, лучше сделать сразу. А вот легкие предметы, вроде чтения или рисования, можно оставить на утро. Несмотря на кажущийся дефицит времени, время на занятия спортом лучше найти. Это разгрузка для мозгов от школьных проблем и физическое здоровье. Раз, два, три, четыре. Рекомендации от врачей учитывают и в управлении образования, составляя школьное расписание дополнительных занятий для учащихся второй смены. У нас во всех учреждениях есть педагоги дополнительного образования. И, соответственно, эти занятия организуются и для тех детей, которые в первую смену, и для тех детей, которые во вторую смену. Плюс у нас на территории работает шесть учреждений дополнительного образования, которые также подстраиваются под детей по различным направлениям. И декоративно-прикладное творчество, и музыкальные занятия, и хореографические, и спортивные. Есть во второй смене и плюс, который отмечают и врачи, и педагоги. Это возможность для ребенка стать самостоятельнее. Непроверенная домашка, прогулка без родителей до школы или секции, приготовление завтрака – все эти бытовые мелочи необходимы для роста ответственного и сознательного человека. Анастасия Гринькоголина, Навродская, Александр Вори, Артем Смирнов. Новости северного города. Что касается мечты об обучении в одну смену, она может реализоваться раньше, чем мы думаем. Вот свежая новость. Красноярский край увеличивает расходы на развитие образования на 4 миллиарда рублей. Эти деньги прибавят к расходам на строительство школ и детсадов. Вся программа рассчитана на три ближайших года. В ней уже более 170 миллиардов. На них в крае хотят построить 9 новых садов, 15 школ и провести реконструкцию нескольких учреждений. Пока не ясно, получат ли что-то от этой суммы Норильск, но было бы хорошо, как минимум, вопрос с аварийной четвертой гимназией решить. И новости компании. В Заполярном филиале завершился месяц больших ремонтов. Работы прошли на Толнахской обогатительной фабрике, на Надеждинском металлургическом и медном заводах. А к середине октября закончен ремонт на цементном заводе. Ремонтов много, но благодаря грамотной организации ремонтных работ все выполнено в срок, качественно. По производству металлов платиновой группы в платиновых концентратах, по серебру, черновому, селену, телуру план даже перевыполнили. Что касается планов на октябрь, это стабильная работа по производству готовой продукции, завершение летних ремонтов, завершение подготовки наших подразделений к зимнему периоду. Днем в городе облачная погода, местами небольшой дождь, ветер южный, 8-13 метров в секунду. К вечеру порывы до 16-21 метров в секунду. Температура в Норильске и в Дудинке плюс 4-7 градусов. Здравствуйте, это Супромат, и поговорить я сегодня хотел бы вот о чем. У меня случилась радость. Для регионального журналиста вообще кайф заполучить классного федерального эксперта, который не боится отвечать на любые вопросы. И вот у меня счастье. В Норильск приехал известный экономист Евгений Гантмахер, и у него нашлось время для интервью. Интервью можно будет посмотреть в северном городе на следующей неделе и на нашем ютуб-канале. Но вот одну мысль, на которую он меня натолкнул во время этой беседы, хотел бы обсудить уже сейчас. Наверное, каждому уже очевидно, что главный ресурс экономики не нефть. Конечно, когда она падает, нам сразу плохо. Но вот сейчас она растет, и нам все равно плохо. Авторы больших государевых программ пытаются вместо нефти найти другое волшебное слово, которое якобы одно должно обещать нам рай на земле. Вот помните, как раньше мантрой было слово «электрификация»? Кому не измесь, саеческая власть плюс электрификация, та еще всей страны, да? Вот уйма лет прошла, подходы власти не изменились. Просто электрификацию заменили на цифровизацию, новое слово. Подходы же свежее не стали. При этом в экономике и в обществе есть куда более важный ресурс. Это ресурс доверия. А с ним все ровно вот так. Наш колхоз за последнее время достичь новых значительных результатов. По надою молока наши коровы не уступают многим. Раишка, у тебя мол есть? Сколько? Кусок 50. Да ты что, бабка, с ума сошла? Ты их есть что ли будешь? Гостей ждет. Каждый намыливается. Гороса посеяна на площади 19 гектаров. Гороса посеяна на площади 19 гектаров. Ну жизненно, да? И это как раз о доверии. Вот мы привыкли, что любой реальный кризис у нас усугубляется паникой. А паника, дитя, недоверие. Как в произведении Войновича. Чем громче доклады об успехах, тем больше рядовой человек хочет купить мыло, спичек и на коленях тихонечко выползать. А колени вообще уже экономический термин. Я постоянно слышу, что наша экономика в очередной раз встала с колен. Никто не говорит опять упала, говорят, а опять встает с очередных колен. Мне уже чисто биологически интересно, что за зверушка наша экономика, что колен в ней больше, чем всего остального. Наша экономика. Это кто? Это помесь хорька, барсука и штопора. Забавные должны быть зверьки. Да уж. Ну, что у нас во властных инициативах без штопора не разобраться, это да. Но давайте без сложностей. Люди реагируют на самые простые сигналы. Вот что мы наметни увидели в новостях. Правительство разработает нормы энергопотребления для населения, сверх которых за свет придется платить больше. Норма фиксируется на отметке в 300 кВт часов в месяц и будет оплачиваться по базовому тарифу. Сверх этого значения предлагается платить по повышенной ставке. У меня и бабой Груни тут возникает даже не вопрос, ассоциация. Социальная нормопотребление. Ага. Дальше физиологический минимум. Простите, а карточки будут? Не, мы можем меньше электричества. Мы вообще много чего можем меньше. Но ваш же эксперт из правительства недавно возмущался, что когда мы меньше, это вам хуже. Или это не ваш эксперт, а чей-то другой? Но так похоже. После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать? Это возмущительно! Молчать! И вот вы знаете, да, вот так как-то. Я не ерничаю, я уже реально боюсь услышать очередной позитивный сигнал. Вот все СМИ активно заговорили про дедолларизацию. Вроде это должно быть позитивом. Все должны понять, что это такая крутая макроэкономическая штука. Она призвана повысить независимость нашей экономики, статус родной валюты. Ага. Ну мы-то с бабой Груней пережили уже 4 кризиса. Мы, слыша дедолларизация, хотим бежать прятать грины в матрас и рестаем УК 60-го года. О, статья 88-я операции с валютой. А еще бывает так. Вот встречает гражданин государства, вот тянет к нему, любви хочет. Говорит, скажи, государство, вот ты так много трудишься, работаешь, за рубежью помогаешь, геопорядок наводишь, технологии поднимаешь. А можешь сделать что-нибудь, вот, ну, просто для меня. Кто-то, для тебя, вот, просто для меня. Да, пожалуйста. Вот я вот совсем недавно сделал крутую машину, исключительно для внутреннего потребителя. Жигули отдыхают. Вот для меня, вот для тебя. Показать можешь? Да, пожалуйста. И вот мы смотрим на, правда, крутую машинку, продвинутую, отечественную, на базе КамАЗа, которая придумана исключительно для внутреннего потребителя. И называется эта машинка-стена. И эта стена вот так вот должна разграничить общество. И по ту сторону стены кто-то будет смотреть через амбразуру. А на кого? Пока шел этот ролик, я лично успел представить себя по эту сторону стены, перенервничать и переодеться в сухое. И я не понимаю, я правда не понимаю, что должен думать нормальный человек, гражданин, который видит, как государство вкладывается в такие разработки. А параллельно слышать про урезание, введение каких-то норм, про колени. Или мы чего-то не знаем? Так вы скажите, мы, может, поймем. Я сто раз повторю слово, с которого начал. Доверие. Говорить – это фактор доверия. Объяснять – это фактор доверия. Не молчать – это фактор доверия. Не я придумал проект с классным названием «Стена». Я просто хочу знать и доверять. Не надо меня за это бить. А это был Справмат. Увидимся.